8 мая во всем мире отмечается День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В этот день, в далеком 1945 году, нацистская Германия подписала акт о капитуляции, в результате чего в Европе закончилась Вторая мировая война. В истории Даугапилса долгие военные годы вписаны кровавыми буквами, поэтому на места упокоения и памяти жертв этих страшных событий были возложены цветы. Дань памяти погибшим отдало руководство и депутаты Даугапилской думы, генеральный консул России и Беларуси в Даугапилсе и представители городских общественных организаций. В военные годы в окрестностях города находились лагерь для советских военнопленных «Шталаг-340» и еврейское гетто, узниками которого стало 14 тысяч человек. В 1941 по 1944 год, по официальным данным, здесь было уничтожено 165 тысяч человек. Многие мирные жители были угнаны на принудительные работы в Германию. Город был разрушен на 70%, были уничтожены практически все промышленные предприятия, электростанция, водопровод, железная дорога, мосты, а также множество общественных зданий и жилых домов. Население, согласно данным переписи 1944 года, с довоенных 51 тысячи человек сократилось до менее чем 15 тысяч. Война принесла ужасные события, которых участникам суждено запомнить на всю жизнь. Так, обладатель награды Даугапилской думы за вклад в сей жизни, ветеран Второй мировой войны Вингельм Бернац, которому на момент начала событий было всего 15 лет, сначала был свидетелем разрухи, которую война принесла в Даугапилс, а позже был призван в советскую армию и сражался в Курляндском котле. В Даугапилсе происходило много страшных событий. Город горел, очень сильно горел. Сгорел наш магазинчик, который находился на новом строении, на перекрестке улиц 18 Новом Брейкаунец. Сгорело все, и документы, и магазин, и квартира, которая находилась при нем. Мы остались ни с чем. Я видел, как немцы собирают евреев на торговой площади нового строения. Там были крытые грузовики и евреи. Я до сих пор удивляюсь, почему они так покорно шли неведомо куда, со всеми вещами. Немецкие солдаты приказывали им залезать в машины и увозили. Мы даже не знали куда, только позже узнали, что везли их в сторону Мештемса, а потом расстреляли. Меня мобилизировали в октябре 1944 года и сразу на Курземский фронт. Это уже позже его назвали Курляндским котлом. Там я все время и воевал. А что еще оставалось? Дважды был ранен, но остался в живых. Восстановление Даугапилса, которое началось еще до окончания войны, потребовало много времени и сил. Однако, благодаря энтузиазму и трудолюбию жителей, город возродился. О жестких событиях военных лет теперь напоминают мемориалы. В парке Дубровина, по гулянке, на гарнизонном кладбище и во многих других местах Даугапилса. Они безмолвно хранят память о жертвах войны, павших в боях солдатах, беспощадно уничтоженных евреях и погибших от ранений, болезней и голода мирных жителях. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапилской городской думы.